Практическая психология Я на вопрос, а есть ли в городе православные психологи, была очень сильно удивлена, такому вопросу я и сказала, для себя и человеку, чем православный психолог отличается просто от психолога. Есть профессионалы, и нужно к ним обращаться. Вот сегодня вы мне ответите на этот вопрос. Ну, во всяком случае, постараюсь. Да, будем пробовать. Итак, с кем же работает православный психолог, и почему появилась вообще такая формулировка «православный психолог»? Давайте попробуем разобраться. Ну, найдем, наверное, место православной психологии вообще в науке. Давайте пробовать. Значит, вопрос на самом деле очень интересный, очень хороший, потому что в свое время когда-то, когда я услышал сам о таком направлении, как православная психология, я задался таким вопросом. Это как? То есть, что у православных какая-то особая психология, они чем-то отличаются от других людей. Вот это первый вопрос, который, собственно говоря, встал передо мной. Вот я примерно таким же вопросом задавалась, когда спрашивали, а есть ли в городе у нас православные психологи? Ну, и на самом деле, да, православная психология у нас так или иначе представлена в городе. Православные психологи существуют, работают. Сейчас идет этап, ну, скажем, такого, может быть, объединения в метод объединения, может быть, там, ассоциация. В общем, в каком виде это будет, пока я еще сказать точно не могу. Но, тем не менее, специалисты есть и в этом направлении в том числе. И так или иначе, ну, о них в скором времени, я так думаю, будет более слышно, более представлено, что ли. Это то же самое. Правильно ли я понимаю, что это, своего рода, такая модальность в психологии? Это как, например, клинические психологи работают с нормой патологии, да? А, например, детские психологи – это те люди, которые специализируются на детской психологии, семейные – те, которые на семейной психологии. Или же здесь есть какая-то специфика? А здесь вот это и верно, и в то же время есть небольшие отличия. Вот, чтобы, наверное, в полной мере об этом разобраться, необходимо так немножко… Углубиться. Отступить назад, может быть, предыстория. Давайте, расскажите нам ее. Вот, если у нас любое из направлений наук, оно исходит из определенных критериев, скажем так, то есть, вот как вы упомянули по поводу детской психологии, педагогической психологии, то есть, выделяется самостоятельная определенная область знания, узкоспециальная в том или ином, в той или иной научной дисциплине, и она уже начинает углубляться, расширяться, обрастать инструментарием, там, расширяться в понятийном аппарате. Вот, либо идет развитие, возникновение новых направлений. Оно идет, ну, если брать именно психологию как науку, по стандарту, скажем так, нового представления о человеке. То есть, как в свое время зарождалось, в 50-х годах прошлого века, 60-х, возникло гуманистическое направление в психологии, возникло экзистенциальное направление. Вот, наверное, здесь, скорее, православная психология возникла вот по второму пути. То есть, исходя из представления о человеке… И о поиске смысла жизни. В том числе, да. Вот это вот… Одно из ключевых моментов. Очень верно, да, подметили. Потому что, если мы вернемся, вот опять же, к экзистенциальной, прошу прощения, либо к логотерапии Франкла, то как этап развития вообще психотерапии, психологии, эти направления, они, ну, мы назовем так, пороговые. То есть, они подошли к определенному порогу, еще не вошли в область теологии, вот, но остановились где-то на границе этого. И вместе с тем, они принимают и не отрицают наличие у человека такого понятия, как дух человека. Вот. Ну, а психология работает с душой. А психология, да, психология работает с душой. Ну, по крайней мере, так считается, так говорится, если мы будем смотреть с точки зрения самой науки, самой психологии. Вот. А вообще, предметом психологии является человек, созданный по образу и подобию Божьему, во всей его как раз вот три метрии, то есть тело, душа, дух. Вот. И, соответственно, изучению подвергаются процессы формирования и развития и функционирования личности, изменения ее качеств и направленности в связи с ее как раз духовно-нравственным состоянием. Вот. И здесь вот такой, на мой взгляд, может быть несколько парадокс получается, потому как психология, ну, известно, наверное, каждому студенту-психологу еще с первого курса, откуда само название психо-душа. Вот. И вместе с тем сам этап развития науки, тот, на котором мы находимся, и вообще путь, по которому наука пошла в свое время, когда-то давным-давно, привел к тому, на мой взгляд, что, вот как в той поговорке, что вместе с грязной водой выплеснули и дитя. Угу. Потому что, если брать сформировавшуюся в определенное время ньютоно-картезианскую модель мира, которая идет по материалистическому пути, не принимая во внимание как раз то, что не укладывается вот в материалистическое представление о мире, мы понятие душа теряем. Угу. Вот. И что мы, по большому счету, видим вообще, в принципе, в психологии. То есть у нас изучаются процессы, у нас изучаются какие-то особенности развития психики, но это все дробится на составляющие, но целостного представления как такового о человеке. Наука она, по большому счету, она, по большому счету, не имеет. Угу. И, на мой взгляд, вот как раз православная психология, она идет по тому пути, когда она исходит из человека целостного. Не разделяяя его на тести, составляющие. Тело, душу. Вот. Нет, я имею в виду здесь, не отделяя процессы, допустим, изучая какие-то отдельно, изучая в каком-то узком определенном контексте, а именно целиком и полностью, вот во всех взаимодействиях. И, самое главное, направленность развития человека. Так. То есть, как бы это про духовность сейчас мы, да, говорим? Про направленность. Да. Духовность, она, на мой взгляд, не претендуя на абсолютную правоту, вот, это вот наиболее для меня важно, она задает определенное направление, направленность, как вы, верно, подметили. То есть, указывает путь, есть куда двигаться, куда расти, к чему стремиться. То, например, чего вроде бы как нет в других направлениях психологии, да? То есть, другие направления психологии, они, на ваш взгляд, работают с какой-то задачей определенной, да, но не прорисовывают траекторию движения? Вероятнее всего, да. В лучшем случае они могут задавать какое-то направление, но направление без промежуточных, бесконечных целей непонятно. То есть, вроде бы понятно, куда двигаться, но к чему придем в итоге, тоже непонятно. То есть, вот ответы на эти вопросы как раз в правозлавной психологии, они есть. Вот, как раньше говорила моя бабушка, что раньше на Руси лучшим психологом был священник. К нему пришел, все рассказал, что-то он тебе посоветовал, где-то он тебя пожурил, но и выходишь с ощущением, что жить можно дальше. Хорошо. Сейчас, получается, у нас активно развивается направление психологии, и люди уже не к священнику идут каяться, да, или рассказывают о своих проблемах, а, например, к психотерапевту, да. Но вот, слава Богу, дожили до XXI века, и появляются православные психологи. Что здесь от все-таки религии? В первую очередь, в первую очередь, как я уже и говорил, это вот мировоззренческая основа. Да. Именно то, именно взгляд на человека, как основанный на как раз христианской антропологии, то есть взгляд на человека, как существо, созданное по образу и подобию Божьему. Вот. Вот это вот, наверное, как говорится, и аз, и буки. Основа основ. Основа основ, да. Вот. Если мы говорим о том, что в свое время шел к священнику, то сейчас идет к психологу. Тут, опять же, вот немножко шаг назад сделаем, каким образом развивалось общество в те времена, и каким образом оно развивается и сейчас. Даже вот исходя из того, когда возникла, в принципе, психотерапия, она возникла в тот момент, когда случился один из таких существенных, серьезных кризисов именно в религиозном восприятии мира. И тогда, вот, боюсь соврать, сейчас у Ницше где-то как раз и прозвучало в одной из его работ, что Бог умер. Вот. И вот, если брать с точки зрения обычного человека, да, образовался определенный вакуум. Религиозность человека, вот эта религиозная составляющая, если даже мы будем говорить просто о поиске смыслов, это одна из составляющих человека любого. Обязательно. И, соответственно, когда случился кризис, вот, извиняюсь уже за такое выражение, но святое место пусто не бывает, это его стало заполнять как раз то, что впоследствии стало называться психотерапией. Потому что потребность у человека есть, эта потребность должна так или иначе быть реализована. Вот. И, соответственно, вот те люди, которые имели возможность общаться со священником, они по-прежнему, воспитанные в этих традициях, они шли и туда, люди те, которые отошли от религии, от церкви, от Бога. И стали просто светскими людьми? И стали абсолютно, да, светскими людьми. Они стали обращаться к психотерапевту. Вот. И при всем при этом еще отдельно хотелось бы тут коснуться той частички истории нашей страны, когда у нас идеология стала материалистической. Так. Вот. Если все воспитание до Октябрьской революции, оно проходило как раз под эгидой религиозной. После этого церковь у нас была запрещена. И образовался тот же самый вакуум. То есть нету идей. Ни одно государство, ни один народ, естественно, не может существовать без идеологии. Именно за основу берем идею какую-то. Соответственно, у нас была коммунистическая идеология. Идеология выстроена. И, к слову сказать, что интересно само по себе. Со всеми признаками, в том числе и религии. Если так вот абстрактно об этом порассуждать и подумать. То есть портреты, демонстрации. Ритуалы определенные. Ритуалы определенные. Совершенно верно. И даже сама духовность была подменена, ну, как минимум. Другими идейными составляющими. Духом коммуниста. Коммунистическим духом. Я сейчас не о том, что это было плохо, о том, что это было хорошо. Я о том, как это было. И в процессе, опять же, случившееся уже более в близкое время, в 90-х годах, то, что произошло в нашей стране, у нас исчезла и эта идеология. И, соответственно, образовался определенный вакуум. Потому что, опять же, от идеи, от идеологии строится абсолютно все. То, как человек живет, то, как детей мы учим, воспитываем, к чему ведем. Ну, это практически пронизано сверху донизу вот вся жизнь всего государства и каждого человека в частности. Ну, вот сейчас мы наблюдаем с вами, что и религиозная тематика, и светская жизнь, да, она так или иначе даже на государственном уровне объединяется. Да, и вот мы сейчас видим с вами, что и психология у нас теперь является даже, например, мы можем, например, уйти в такое направление, как православная психология, да. Правильно ли я понимаю, что в любом случае этот человек должен иметь высшее психологическое образование? Да, и просто он будет владеть какими-то другими немного знаниями, методами, методиками. То есть у него немножко другой будет подход и инструментарий. Давайте мы попробуем сейчас разобраться, а в чем же отличие? Например, вот я знаю, что вы являетесь клиническим психологом, да, но, тем не менее, вы можете легко работать как православный психолог. Да, прежде всего и самое основное, вот отличие православного психолога, оно заключается именно в том, что он исходит из как раз православного христианского мировоззрения. То есть этот человек должен хорошо знать и разбираться, да, вот в этой области. Да, да. И второй момент, второй момент, это тот человек, который сможет еще в силу, опять же, своих вот этих вот дополнительных знаний оказывать помощь людям, которые воцерковленные, воцерковленные, вот, и которые, ну, скажем так, идут по пути духовной определенной работы, и как раз вот это вот составляющая в триединстве, это дух, вот, потому что, вот, как показывает практика, не всегда верующий человек может обратиться к обычному светскому психологу по определенным тем или иным причинам, вот, и вместе с тем не всегда светский психолог, не обладающий как раз вот этой базой знаний, да, может полностью воспринять то, о чем может говорить как раз человек, который непосредственно, да, находится в лоне церкви, вот, по большому счету, вот, вопрос касается вот этой сферы деятельности. Что касается инструментария, здесь, вот, вспоминая одного из основателей, скажем так, у нас в стране этого направления, есть такой доктор психологических наук, сейчас вот боюсь ошибиться, Борис Сергеевич, все верно, Борис Сергеевич Братусь, он в свое время в интервью как-то сказал, что инструментарий психолога, вне зависимости от того, в каком направлении он работает, это, ну, это инструмент, это вот, ну, банально, наверное, часто цитируемый пример по поводу того, что нож, это хорошо или плохо? Смотря в чьих руках. Да, смотря с какой целью применяется, вот, примерно то же самое и здесь. Единственное, что здесь скорее возникает этический вопрос, вопросы, точнее, этического характера у самого непосредственно специалиста, насколько тот подход, в котором он работает, согласуется или не согласуется, вот, как раз, с христианским мировоззрением. Потому что, например, ну, насколько я себе представляю, у того же психоаналитика могут возникнуть значительные сложности. Да. Насколько что одно с другим сходится, что не сходится, скажем так. То есть это два абсолютно таких направления, да, которые могут даже поспорить в чём-то, да? И поспорить могут, но вот как-то интересный момент такой, что об этом мало где известно, но, тем не менее, есть данные о том, что и сам Зигмунд Фрейд уже на последнем этапе своей жизни, своей деятельности, он развернулся в сторону религии, но это не успело найти отражение в его работах. То есть, ну, данные такие есть. Будем принимать, да. Задаться целью можно найти. Итак, чаще всего, получается, клиенты, посетители православного психолога – это люди, которые верующие, это люди, которые живут по определённым церковным постулатам, да, но это люди, которые испытывают те или иные кризисные состояния, и при осознании того, что он сейчас находится в кризисе, он идёт, конечно же, и за ответами, и за вопросами, да, с вопросами, и в церковь, и вот, пожалуйста, к православному психологу. Вот смотрите, вот давайте сейчас немножко так обострим ситуацию. Мы сами понимаем, что, например, человек приносит тему, которая по законам церкви, ну, вроде бы, как бы, да, ты потерпи, дружище, да, это вот испытание, твой рост, да, да, а светский психолог видит, что, например, человек находится в токсичных, может быть, даже каких-то опасных отношениях, он говорит, что, знаешь, друг, начинай действовать так, 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 но я как бы тебе рекомендую, ты, конечно, сам будешь решать, да, как это быть. И иногда вот эти, например, даже рекомендации могут, ну, абсолютно не соответствовать, да, друг другу. Вы находитесь в такой ситуации, когда, понимая сложность всего происходящего, вы не можете порекомендовать человеку вот вроде бы такие элементарные шаги, которые сократят его путь. Вы его опять отправляете в процесс трудного духовного пути. Вы понимаете, о чём я сейчас говорю, да? Да, 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 я услышал вопрос, а это не совсем так. И здесь вот как раз из этого вопроса можно выделить отдельно вопрос, а вот разграничение деятельности священника и психолога. Так, отлично. Вот если мы берём вот эту вот триметрию, тело, душа, дух, то тело и, ну, остановимся пока так, тело – это область медицины, область психологии в той её части, которая касается вопросов, там, допустим, нейрофизиологии, психофизиологии, физиологии, там, центральной нервной системы, да? Иногда тело – это ещё и область юриспруденции, понимаете, да? Например, я ещё про что говорю, да? Например, женщина приходит, да, и её там муж там периодически поколачивает, да, и если она говорит, ну, я не могу от него уйти, да, дело в том, что мы там венчаны, понимаете, да? То есть, и она продолжает годами терпеть вот эти моменты, да, потому что прикрывается вот, да, тем, что она, ну, как бы веря, она воцерковлена. Вот продолжу немножко, там понятнее будет. Вопросы, если мы берём именно духа, это вот область как раз церкви, это область работы священства, а вот душа, средняя составляющая, вот здесь получается, что здесь как раз тот момент, если мы говорим о свойствах души, о психике как составляющей, как инструменте души, то вот эта часть, это как раз и область деятельности психолога. Да. Вот, и если мы будем говорить о том, что, ну, вот, даже исходя из вашего примера, который вы привели, если в семье домашнее насилие, и женщина это всё терпит ввиду того, что они венчаны, и поэтому она не может уйти, то даже не, минуя вот роль психолога, точнее ступень вот этого вот психолога, даже обращаясь к священству, не, ну, не буду категоричным, но священник вряд ли скажет, что будь битой, терпи и продолжай точно так же жить. Вот это точно не так. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим как раз вот о разграничении деятельности психолога и священника, здесь вот почему, кстати, РПЦ ввело курс психологии и в академиях. Своих. В семинариях. Вот рекомендовано проведение этого курса в духовных училищах. Потому что психология везде. Вот, чтобы здесь было и у священника понимание об определенных составляющих, которые вот на бытовом, на практическом уровне, они решаются вот здесь и сейчас. Потому что, ну, работа духа — это немножко другая область получается. Вот, и если мы скажем так, есть такое понятие в свое время тоже, вот, я для себя сначала разницы не видел. Депрессия, как она понимается в психологии и в медицине. И отчаяние. Уныние. Уныние, как оно трактуется именно церковью. Разные составляющие. И вот православный психолог, он будет работать с какой частью? Православный психолог, в первую очередь, он определится с тем, что необходима диагностика. А если депрессия, если есть клиническая картина, то как раз аскетическими духовными методами работать с этим человека можно завести... Ещё это глубже. Да, вплоть даже до суицида. Вот, поэтому необходимо сначала определиться. То есть православный психолог также видит вот эту ситуацию, когда он определяется, он уже дальше даёт рекомендации, что нужно дойти, например, до невролога, до психиатра. Да, да, абсолютно верно. То есть, может быть, не совсем корректный пример, и грубоватый прозвучит, но, тем не менее, если у вас аппендицит... То вырезать надо. То можно, конечно, уповать на помощь Всевышнего, и можно позвонить в скорую помощь. И второй вариант будет, вернее, с точки зрения психофизиологии. И спасения жизни. Совершенно верно. И здесь такой момент, что, опять же, если мы вот уже в область теологии пойдём, там всё же по попущению Господнему производится. И, соответственно, суждено тебе с этой точки зрения умереть. Ничего тебя не спасёт в этом плане. Господь тебя готов призывать к себе. Суждено тебе. Остаться живым. Остаться живым. Соответственно, это не говорит о том, что нельзя использовать то, что у нас есть в нашей жизни. То же самое получается и в психологии, и в работе в клиентском подходе. То есть, если будем рассматривать, что если да, это уныние как, ну, скажем так, болезнь или слабость воли, это одно дело. Если это с точки зрения медицины, как разбалансированность, там, работа нейромедиаторов, то там нужно лечить. Следовательно, правильно ли я понимаю, что вообще, чтобы стать православным психологом, так-то нужно, ну, во-первых, я ещё раз повторю, да, иметь высшее психологическое образование сначала. Безусловно. Уже на базе этого ты получаешь как бы специфику, да, специализацию, да, православного психолога. И неплохо бы иметь, например, даже картину знания клинического психолога, чтобы чётко понимать, где есть норма, где есть патология. Конечно. И это вот как раз в этой сфере деятельности, мне кажется, очень актуально, как раз именно для того, чтобы можно было бы разграничивать как раз, ну, вот то, о чём я уже говорил на примере этой же депрессии. Вот такой вопрос. Как вы думаете, может ли стать православным психологом человек, который не является сам верующим? Ведь можно получить все базовые знания, да, но при всём при этом оставаться светским человеком? Вот этот вопрос мне представляется достаточно проблематичным. Почему? Потому что вера — это одна из основных составляющих в православии. То есть, ну, на этом всё зиждется, можно сказать. Вот, и поэтому без веры, без упования на Господа, без помощи Господа работать, может быть, можно. Как не представляю. Ну, вот смотрите, интересно, например, была на международной конференции на семинаре Чака Специана, да, психотерапевт, человек, который работал там с военными, с наркоманами, то есть, да, с людьми, и он сейчас работает во всём мире, да, этот человек. И он, например, даже на этом же нашем семинаре было очень много людей из других стран разной веры, да, но он говорил, что у нас есть небеса, да, и подразумевал, он даже спрашивал, например, там, клиента спрашивает, в кого веришь, он говорит, там, да, в Будду, он говорит, ну, вот тогда вот, да, вот сейчас с мыслями о Будде, да, а ты в кого веришь, там, в Иисуса Христа? Ну, вот с мыслями о Иисусе Христе. Мы все с вами берёмся сейчас за руку, берём небеса и сами себе помогаем, да, то есть, в принципе, мы с вами понимаем, что сейчас находимся в той ситуации, когда люди могут себе выбрать любую религию, да, но самая главная задача человека – это с верой во что-то и в себя в самого, да, прожить свою жизнь, пройти свой жизненный путь, ну, так, как он бы хотел это сделать. Я сейчас этот вопрос задаю к чему? Что, смотрите, мы с вами чуть-чуть понимаем, что человек может быть, например, мы с вами, у меня вот были клиентские случаи, когда человек дожил до 50 лет, будучи православным, и потом меняет веру на совсем другую, да, но при всём при этом он проживает, это его выбор, он проживает этот свой путь. И на любом из этих этапов он обращается к специалисту, будучи, например, да, к психотерапевту. Если, например, вы сейчас как православный психолог, и к вам пришёл человек совсем другой веры, вы, тем не менее, ему также окажете профессиональную помощь? Конечно, и здесь как раз вопрос в том, что православный психолог, он психолог. То есть, прежде всего, он психолог. Да, да. И даже в этическом кодексе психолога существует понятие о том, что о своём мировоззрении, о своём клиенту не сообщается. То есть, это личная информация, это его личная, то есть, у себя в кабинете, прежде всего, он профессионал в определённой области. И поэтому здесь никакого противоречия нету. Он работает с человеком любого вероисповедания именно с учётом этических принципов, используя тот инструментарий, которым он владеет. Но при этом, ну, скажем так, отличие православного психолога, оно будет заключаться в том, что в первую очередь он сам это будет делать, глядя на человека, в определённой парадигме, что ли, скажем так. Вот если, ну, светскими терминами говорить. Ну, вот основное, наверное, только и всего. Есть ещё определённые отличия, но они это уже будут касаться, ну, скажем так, личного характера психолога уже как человека. — Очень интересная тема сегодня у нас. Сегодня мы говорили, кто же такой православный психолог, с кем он работает и вообще почему появилась такая формулировка. И помог мне раскрыть эту тему сегодня Валера Щербина, клинический психолог. Валера, спасибо вам большое. Можно в нашем городе выучиться, да, на психолога православного? — Да, в нашем городе сейчас при Валерском социальном экономическом институте набираются курсы как раз по обучению, с выдачей диплома. — То есть просто ищите, ищите в социальных сетях, ищите информацию и, пожалуйста, добро пожаловать в эту специализацию. Спасибо вам, всем любви, счастья. На этом заканчиваем программу «Практическая психология». — Спасибо. Практическая психология